Недавно зритель канала обратился с просьбой напомнить, как заготавливать семена помидоров. Дело это не хитрое, но все-таки некоторые тонкости в этом деле есть. И как раз недавно я заготавливал самые последние семена помидоров. Потребовалось еще небольшое количество и вот это было сделано. Это сейчас я как раз покажу. Кратко скажу, что какие тонкости при заготовке семян помидоров следует соблюдать. Во-первых, конечно надо выбирать сорта, которые вы считаете хорошими. Обычно, причем я отбираю по два семенных растения, то есть два куста здоровых куста помидоров. И с них уже отбираю примерно по одному плоду. Плод тоже должен соответствовать максимально оригинальному сорту. Здесь важно, не обязательно плод должен быть самым первым и не обязательно самым крупным. Главное, чтобы он максимально соответствовал признакам, повторюсь, оригинального сорта. Что еще важно, не обязательно, чтобы плод был полностью созревшим на кусту. Можно собирать бланжевые плоды, то есть чуть-чуть, которые начали поспевать. Они потом дозариваются и когда поспеют окончательно, уже можно извлекать из них семена. Больше того, если нет возможности оставить на семена такие плоды, ну, бывают такие случаи, то можно сорвать даже зеленый плод, то есть полностью зеленый плод, даже еще не бланжевый. Только важно, чтобы он уже достиг нормальной кондиции, то есть уже достиг хорошей формы. И в этом случае он все равно дозарится и семена из него тоже будут пригодны. Вот такие тонкости при заготовке семян помидоров. Ну, а сама процедура извлечения семян помидоров из плодов никаких сложностей не представляет. Вот отобраны несколько наиболее крепких, красивых и здоровых плодов. Отобраны они, напомню, с двух растений. Это делается для того, что если один кустик помидоров каким-то образом имеет генетические отклонения, или может быть скрытые заболевания, то второй кустик его подстрахуют и семена все равно окажутся нормальными. По крайней мере, какая-то их часть. Ну, а потом уже тоже дадут потомство и с ними будет все в порядке. К моменту извлечения плодов помидоры должны дозариться полностью. То есть плодики должны полностью поспеть. Они уже могут даже немного переспеть. То есть становятся такими мягкими на вид. Даже немножечко слишком мягкими. То есть если на них аккуратно нажать пальчиком, то получается вмятинка. Страшного в этом ничего нет. Это семенам только на пользу. Вот такие симпатичные помидорки. Решил оставить немного еще семян, поскольку хочу этот сорт развести в большем количестве. Для заготовки семян помидоров требуется немного воды, пара ковшиков, еще нужен ножик и подходящая чайная ложечка какая-нибудь. Первым делом плоды разрезаю на кусочки. Делать это надо так, чтобы все семенные камеры плодика были открыты. Здесь важно заметить, что разные сорта помидоров содержат в себе разное количество семян. Поэтому если неизвестно сколько семян дает конкретный сорт, то лучше взять плодиков побольше. Семена никогда лишними не будут. Затем ложечкой чайной или чем-нибудь еще подходящим семена извлекаются с семенной камеры. Выгребаю их обычно прямо в ковшик какой-нибудь. Ну и естественно, если семян нужно много, то плодиков на семена оставляем побольше. Если не очень, то поменьше. По крайней мере, стараюсь делать это с запасом. Вот все, практически все семена извлечены. Вот они. Думаю, такого количества будет вполне достаточно для выращивания этого интересного сорта в следующем году. Затем заливаю весь этот семенной материал водой. Ну, воды видно здесь примерно около литра. Ну, может быть немного побольше. И немного размешиваю весь этот состав. Отделиться семенам друг от друга можно помочь, разминая их ложечкой. И еще разочек помешать. Здесь хочу обратить внимание, что долго настаивать семена совершенно не обязательно. Делаю это обычно, ну, где-то минут 10-15. Некоторые огородники настаивают чуть ли не сутки, это абсолютно ни к чему. Напротив, семена могут даже начать прорастать прямо в воде. И потом схожесть их будет хуже. Потом вода сливается лишняя. Вместе с водой отходят некачественные семена. И остатки мезги всякой. Остается на дне вот такое количество вполне нормальных семян. Видно, что они отделены не очень хорошо. Но этого и не требуется. Затем эти семена с остатками воды выливаю просто на какую-нибудь газетку. Можно, конечно, через ситечко процедить. Но под руками, как всегда, его нет. Искать не хочется. И вот на газетке получится очень хорошо. Вот таким образом семена размещаю на газетке. Сейчас влага впитается очень быстро. И можно дальше их обрабатывать. К слову сказать, пробовал даже использовать семена, вообще не заливая их водой. То есть, просто извлекал из плодов, так же вот размещал на газетку, они подсушивались и потом очень хорошо использовались. Правда, они получаются, может быть, немного липкими, но качество семян от этого ничуть не хуже. Схожесть отлично и хранятся очень хорошо. Это я к тому, что тщательная очистка семян вовсе не обязательно. После того, как в основном влага впиталась, семена уже перемещаю на какое-нибудь подходящее блюдце, чтобы здесь они уже досушивались до полной кондиции. Видно, что семян получилось довольно немало. Вполне приличное количество. Но так и было задумано, потому что семян потребуется побольше. Ну, а то, что семена немножечко с остатками сока и околоплодной жидкости, это ничего страшного нет. Это им только на пользу. Семена на блюдце более-менее равномерно распределяю. И теперь можно их подсушить. После того, как семена подсохнут, ну, примерно сутки. Этого вполне достаточно в сухом помещении. Их можно размять, поскольку некоторые семена слиплись друг с дружкой. И вот их аккуратненько разминаю, чтобы потом удобно было сеять. И практически семена готовы. Теперь можно дать им еще подсушиться уже более длительное время. Можно недели две дать им подсохнуть, чтобы уж наверняка. Ну, а после этого семена пакую в бумажные пакеты. Вполне подойдет и газета. Обычно обязательно подписываю сорт и год, когда собраны семена помидоров. Потому что семена хранятся несколько лет. Известны случаи использования семян. Как-то раз использовала семена, которые лежали 10 лет. И схожесть хотя была уже похуже, но тем не менее они взошли и дали неплохой урожай. И вот в таком виде в пакетиках семена хранятся уже в специальном ящике со всеми прочими семенами. Ну, а в конце я пожелаю всем огородникам, кто занимается такими вещами, заготавливать свои семена помидоров, выращивать помидоры, получать хорошие урожаи и быть здоровыми.